Аденомиоз 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 Узловая форма характерна прорастанием патологических элементов в мышечный слой с формированием плотных узлов, но без капсулы В связи с наличием функционирующей в соответствии с менструальным циклом железистой ткани, в этих узлах обычно присутствует либо жидкость шоколадной окраски, либо кровь, либо просто прозрачная жидкость Узлы формируются из-за того, что в мышечной ткани, окружающей очаги эндометриоза, проникают кровенистые выделения менструалоподобного характера Они содержат частички разрушенных тканей, а также протеолитические и липолитические ферменты, выделяемые эндометриоидной тканью и расщепляющие белки и жиры Это объясняет отсутствие капсулы у эндометриозных узлов Узловая форма заболевания очень сходна с миомой матки Достаточно часто встречается миома матки в сочетании с аденомиозом на фоне гиперпластических процессов в эндометрии Такое сочетание отмечают от 49 до 85% случаев миоматоза и считают его не случайным Что объясняется идентичными причинами, факторами риска, клиническими проявлениями и особенностями механизма развития Это сочетание наиболее часто встречается у женщин в пре- и постменопаузальных периодах Оно значительно увеличивает риск перерождения миоматозных образований с эндометриозом в злокачественную опухоль В зависимости от глубины внедрения патологической ткани в мышечный слой матки Различают следующие стадии аденомиоза Первая стадия – врастание на незначительную глубину в подслизистый слой Вторая стадия – очаги поражения достигают 1-2 толщины мышечного слоя Третья стадия – эндометриоидная ткань пронизывает всю толщину миометрия Четвертая стадия – патологическая ткань выходит за пределы миометрия Поражая сирозную оболочку, то есть париетальную внутреннюю часть брюшины малого таза и соседние органы Факторы риска аденомиоза Общепризнанными, наиболее вероятными факторами риска аденомиоза являются Дисфункциональное состояние эндокринной и иммунной системы Возраст, наследственное предрасположение Социально-экономические условия Менее вероятные факторы риска, но все же они имеют значение Поздние или осложненные роды Частые аборты и лечебно-диагностические манипуляции на половых органах Избыточное солнечное облучение и тепловые процедуры в области малого таза Позднее начало менструации и половой жизни Клинические признаки аденомиоза и его диагностика Проявление болезни не является специфическим именно для аденомиоза Однако имеет типичные симптомы Существует триада симптомов при аденомиозе При его остром течении, при обострении Это боли, обильные длительные менструации И появление темно-коричневых выделений до и после месячных Триада симптомов Тазовые боли и боли в нижних отделах живота Связанные с менструацией накануне, во время и в течение нескольких дней после ее окончания Болевой синдром наиболее выражен при узловой форме заболевания В зависимости от стадии Либо в начальной стадии первой Либо уже в третьей и четвертой стадиях То есть при поверхностном и очень глубоком поражении Особенно сильные боли сопутствуют при поражении перешейка матки При локализации в задних отделах перешейка боль ирадирует То есть отдает в область прямой кишки и копчика Если локализация процесса в одном из маточных углов То боль может отдавать в соответствующую паховую зону Обильные и длительные менструации Обильные и длительные менструальные кровотечения Что называется гиперполиминорея Или кровотечения с половых путей в период между менструациями Метаорогия, что бывает реже Гиперполиминорея наиболее часто сопутствует Именно диффузной форме аденомиоза Особенно обильные и длительные кровотечения Выраженный волевой синдром и постгеморрагическая анемия Характерны для сочетания миомы и аденомиоза Появление темно-коричневых выделений до наступления менструации И на протяжении нескольких дней после ее окончания Тоже является признаком аденомиоза Средняя или тяжелая форма предминструального синдрома Вегетативно-сосудистые и нервно-психические расстройства Беспокоят 40% женщин больных аденомиозом Неприятные ощущения или боли во время полового акта Могут беспокоить Особенно при поражении перешейка Бесплодие или невынашивание беременности Диагностика аденомиоза Основана на симптоматике и комплексном обследовании женщины Оно включает обычный гинекологический осмотр С бимануальным обследованием И взятие мазков из влагалища и цервикального канала Кольпоскопию с прицельной биопсией по показаниям Гистеросальпингографию Раздельное диагностическое выскабливание Полости матки под контролем гистероскопии Компьютерную томографию И магниторезонансную томографию Но наиболее ценный и доступный метод Получивший широкое распространение В диагностике различных форм эндометриоза И в значительной степени ориентирующие на то Как лечить аденомиоз Это трансфагинальное и абдоминальное Ультразвуковое исследование Оно проводится в период второй фазы менструального цикла За несколько дней до месячных При этом особое внимание уделяется состоянию базального слоя эндометрия Лечение эндометриоза Если заболевание протекает без боли Без кровотечений Без явной симптоматики И выявлено при случайных осмотрах Нет необходимости в проведении специфического лечения Особенно если женщина не планирует беременность К сожалению терапевтический, консервативный или комбинированный Хирургический или комбинированные методы лечения Редко приводят к полному выздоровлению Поздняя стадия аденомиоза Наиболее частая причина бесплодия В то же время своевременно начатое лечение В определенных случаях способно привести К более или менее длительной ремиссии заболевания Позволяющей забеременеть и родить здорового ребенка Но часто существует риск самопроизвольных абортов Или преждевременных родов После беременности и родов У женщин остается риск маточных кровотечений И распространение в организме очагов эндометриоза Но иногда после родов Бывает наступление ремиссии В связи с тем, что беременность Является своеобразной менопаузой И активность патологической ткани снижается При отсутствии беременности Возможно приведение ЭКО Однако аденомиоз и ЭКО Могут быть совместимыми понятиями Только в том случае Если предварительно провести Либо хирургическое Либо консервативное лечение А может быть и хирургическое И терапевтическое лечение Эффективность ЭКО При этом заболевания составляет От 30 до 60% Тактика терапевтических методов Состоит в применении препаратов Преимущественно гормонального характера Направленных на улетение Избыточной активности гормональной системы И воздействие на иммунную систему организма Цель лечения Подавление активности эндометриоидных очагов И атрофии патологической ткани К таким средствам относятся Препараты группы оральных контрацептивов Последнего поколения Ирина, Жанин, Регулон, Селест, Марбелон Длительность лечения От полугода до одного года При легкой степени заболевания Часто возникает некроз Патологических очагов С уменьшением или исчезновением боли У женщин от 60 до 99% случаев А в 50% случаев Возможно наступление беременности Также применяются препараты Группы прогестогенов Герстринон, Медрокси, Прогестерон и другие Они вызывают атрофию эндометриоидных очагов Применяют андрогенные препараты Донозол, Доновал Они препятствуют росту уже имеющихся старых очагов А при возникновении аминореи Которые вызывают эти препараты Предотвращают появление новых очагов Широкое применение нашли аналоги Гонадотерапин, релизинг, гормоны Длительность лечения которыми составляет От 3 месяцев до 1 года и более Механизмы в действии Снижение секреции эстрогенов Наиболее применяемые препараты Трипторелин, бусирелин, золадекс Иммуномодулирующие средства Обезболивающие и гемостатические препараты Выбор препаратов должен осуществляться Только специалистам И под строгим его контролем Поскольку некоторые из них Особенно аналоги Гонадотерапин, релизинг гормонов Обладают побочными эффектами В виде остеопороза, диффузной лапеции Вегетативных и психогенных реакций По типу климактерического синдрома Хирургическое лечение Используется в следующих случаях Желание женщины иметь детей Аденомиоз 3-4 стадий Наличие узловых форм аденомиоза Сочетание аденомиоза с миомой И при неэффективности Консервативной терапии Если вы хотите получить Выструю и качественную помощь Следует обращаться В специализированные учреждения Наша клиника Предлагает следующие услуги Клиническое обследование Проведение лабораторных анализов Выполнение инструментальных Диагностических процедур В частности УЗИ малого таза Назначение лечения Выполнение лечебных процедур При хроническом течении заболевания Продолжение следует... Продолжение следует...